Большой гидрографический катер, который заложили на Окской судоверфи, это полностью Нижегородский проект. Катера серии «Баклан» — детище конструкторского бюро «Вымпел», которые призваны заменить устаревшие корабли этого класса в рядах российского военно-морского флота. Это большое, серьезное, значимое событие и для военно-морского флота, и для его гидрографической службы, и, безусловно, для промышленности, для судостроения Нижегородской области. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Евменов регулярно напоминает нам, напоминает судостроителям о том, что ценен каждый корабль. Это, безусловно, так, поэтому нет никакой разницы, атомный ракетный подводный крейсер или большой гидрографический катер. Окская судоверфь первой в регионе получила расширенную поддержку по внедрению инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Самое интересное то, что Окская судоверфь, на которой сегодня мы присутствуем, является первым предприятием в регионе, которое пользуется расширенной мерой поддержки годовой в рамках национального проекта. Мы надеемся, что по результатам реализации этого проекта объемы производства на Окской судоверфь увеличатся на 20%. И самое отрадное это то, что наши судостроительные предприятия крупнейшие обеспечены заказами минимум до 2023 года. В 2021 году на Окской судоверфи запланировано к сдаче 8 сухогрузных судов проекта РСД-59 и грузопассажирское судно проекта НЕ-020. Кроме того, запланирована закладка киля малого морского танкера, освоение производства и закладка килей трех краболовных судов. При этом все крупные нижегородские судостроительные компании обеспечены заказами до 2023 года. Это второе судно из этой серии. Ну и самое главное, здесь присутствует сегодня руководство управления окинографии нашей российской военно-морского флота. И мы надеемся, что эта серия будет продолжена. Катер Анатолий Князев назван в честь ветерана Великой Отечественной войны, выдающегося гидрографа, исследователя Балтийского моря и разработчика навигационных средств. Для меня это двойной праздник, поскольку я тоже офицер, ну уже в отставке, тоже капитан первого ранга, тоже служил в главном управлении навигации окинографии. И, собственно, вот именно проект этого катера был рожден и с моим участием. И поэтому для нашей семьи это двойной праздник. Это уже второе судно такого проекта, произведенной на Окской судоверфи. Предыдущий корабль, сошедший со стапеля, год назад сейчас несет службу в Баренцевом море. Гидрографические катера используются для топографической съемки научной работы. Это многоцелевые научные суда. Владимир Смирнов, Василий Низов. Время новостей.